Друзья мои, я рада вас приветствовать на нашем марафоне. Он уже у нас перевалил через свой экватор. И сегодня у нас вебинар, живой вебинар, чтобы у вас была возможность задать вопросы с нашим экспертом, приглашенным гостем, Станиславом Ореховым, руководителем самой системной студии дизайна, автором школы дизайна, да и просто прекрасным человеком. Расскажи, по теме-то я ещё и писатель книгу написал, это самое важное. Поэтому сегодня, короче, мы будем вам рассказывать, как надо. Про контент сегодня будет много чего интересного. По таймингу у нас где-то, я думаю, минут 30 плюс-минус. Но самое главное, что сегодня хочется нам от Станислава получить, это советы по написанию, по созданию контента и ответы на ваши персональные вопросы. Станислав, вкратце введу тебя в курс дела, что мы делаем. Мы с коллегами постарались найти свою уникальность. Каждый искал, каждый пытался себя... Всё как надо, по технологии? По технологии. Кто нашёл, напишите уникальность свою. Кто нашёл уникальность, да, напишите. Кто-то ещё в процессе, потому что как раз с помощью контента мы будем пытаться её вытаскивать. Мы хотим, чтобы коллеги наши общались, читали посты и статьи друг друга, поддерживали друг друга и помогали в продвижении друг друга. А продвижение как? Это, соответственно, повышением ранжированности собственных постов. Поэтому, коллеги, пожалуйста, у вас в домашних заданиях есть обязательное задание выкладывать ссылку на пост текущий какой-то, написанный по различной технологии, кто до этого дошёл. Пожалуйста, кто начал уже писать ваши посты, тоже напишите. И не забывайте заходить. В каждом посте мы даём обратную связь, то есть вопрос. Нам нужно, чтобы аудитория задавала вопросы, комментировала, чтобы точно так же повышать ранжированность наших постов. У нас в среду будет, в четверг будет вебинар ещё с Оксаной Кошенко, это главный редактор портала «Румбл». Мы там будем узнавать, что хочет журналист, главный редактор, получить от дизайнера, чтобы его опубликовать. Ну а главный вопрос нам, Станислав, у нас, Станислав, к тебе. Собственно, дай, пожалуйста, советы, зачем дизайнеру нужен контент и какой контент бывает, продающий, не продающий, и как ты его используешь в своих продажах. Отлично. Контент бывает разного вида, начну с этого. То есть есть текстовый контент, насколько я понимаю, чему посвящён ваш марафон, который вы сейчас делаете. Это очень круто, потому что правильное написание текстовой информации, структурной информации, во-первых, воспитывает мозг, во-вторых, показывает самое главное, зачем нам пишем, что показать клиентам, что у нас с мозгами всё в порядке, что мы имеем некие идеи, мы умеем структурировать мысли, и мы умеем, собственно, всё это дело донести в понятной форме. Если это мы здесь умеем, то, скорее всего, и по дизайну у нас более-менее нормально. То есть как бы это характеристика человека. Человек, который умеет писать в целом, вот это можно плюсик поставить себе, другие люди создают впечатление о нём, что он нормальный, да, то есть уже большой плюс. Особенно если он без ошибок пишет, и интересно. Вот, это первое. Вообще, если мы говорим в целом про контент, не в частности про текст, контент бывает текстовый, бывает видеоконтент, вот что мы сейчас делаем, бывает контент, там, выступление живое, да, бывает живое общение, тоже как бы обмен эмоциям, контентом, всего остального. Если брать только текст. Текст хороший инструмент, но он не единственный. Текст хорошо, вот сейчас лучше всего работает такой формат, текст плюс картинка, самый лучший формат именно текст плюс картинка. Почему? Потому что мы визуалы, и Инстаграм нас научил визуально работать, это самое, у нас уже вот такой вот инстинкт прокручивания ленты, поэтому самое крутое, что у нас есть, это возможность дать какую-то фоточку и сделать под ней интересное описание. Вот, в принципе, на этом строится. Если мы делаем историю, комиксы с детства, лёгкое получение информации через визуальный образ, быстрое считывание, мозгу это приятно и интересно, и через это считывание мы доносим тот пласт информации, который мы хотим донести. Как раз таки свою уникальность, которую вы уже выявили. То есть, после того, как вы выявили уникальность, вы её прописали, и когда вы делаете любой контент, любой пост, любую какую-то единицу информации, вы пишете всегда о своих свойствах, о своей уникальности. Под разным соусом. Под соусом, я думаю, вы изучали там истории героя, значит, истории из жизни, значит, какие-то там посты экспертные, экспертные, ну и так далее, но транслируют свою уникальность. Скажи, пожалуйста, где брать идеи для вдохновения, где брать идеи для постов, где ты их берёшь, и какие заходят лучше, какие хуже? Классный вопрос, кстати. Идея, вот с идеями у многих тоже как бы бывают проблемы, в принципе, и у меня тоже. Почему? Лучшие идеи рождаются, когда тебя о чём-то спрашивают, то есть мозг, знаешь, так устроен, что как бы, знаешь, когда ты пытаешься что-то придумать, вот придумай что-нибудь интересненькое, придумай дом в поле, ну как бы непонятно, что за дом, что за поле, то есть лучшие идеи постов и чего бы то ни было возникают, когда у тебя есть либо какие-то трудности, либо какие-то ограничения, ну либо у тебя какой-то там кейс, есть примеры жизни. Поэтому лучший пример всегда, это, ну вернее, лучший пост, это пример из жизни, это ответ на какой-то вопрос пользователя, да, или там клиента. И это, собственно, возможность показать, ну короче, вопросы самому себе придумывать не надо, вот такая идея. И истории ты тоже не можешь придумывать, тебе надо их проживать и делать. Почему сложности? Ну потому что ты такой садишься и думаешь, ну вот что я сейчас буду писать. Лучшая стратегия не такая. Разделиться по парам, вот если вы работаете, и сделать так. Допустим, один задает вопрос другому, любой причем вопрос, другой отвечает. То есть в момент, когда человек слушает вопрос, у него мозг начинает придумать информацию. Это вот чтобы не думать, какой мне пост написать. У меня в этом плане есть телеграм-канал, мы его ведем, System Club называется, называется канал Станислава Орехова в Телеграме. В чем там суть? Мне присылают вопросы и я говорю ответ. То есть иногда сам пишу, иногда голосом надиктовываю. Редактор это все переделывает в формат именно текста и, соответственно, мы так быстренько пишем. Но вопросы, они из жизни возникают. То есть кто-то спрашивает, как мне быть, если я хочу денег побольше. Кто-то спрашивает, как мне в кризис преодолеть. Кто-то спрашивает, как мне текст писать. То есть такие вопросы, которые нарочно сам не придумаешь. Поэтому появляется живенько, интересно. Любой контент должен быть из жизни. То есть, наверное, такой практический инструмент, это первое, создайте для себя какой-то канал вопросов, которые будут позволять вам придумывать идеи для постов. Но сейчас есть канал, это Инстаграм, там есть возможность добавить такой стикер, где типа задайте мне вопрос. Есть вопросы от клиентов потенциальных, которые задают вопросы. Есть такие же возможности общения в каких-то закрытых группах. Хорошо, когда ты садишься писать текст, есть ли какой-то подход и методика, с помощью которой ты создаёшь свой продающий пост? Да, кстати, хорошая тоже тема, продающий пост и информационный, да? Кто знает, что вот два типа постов таких бывают, продающий и информационный, поставьте, пятёрочки поставьте. Сейчас пока погрусуем ещё что-то, что есть. Да, в вебинаре генерим идеи для постов. Кто дошёл до этого вебинара, тот знает. Кто не дошёл, ещё не знает. Мне интересно, да, сейчас, как вы думаете. Вот пятёрочки. Хорошо, я сейчас, может быть, немножко с нот на голову переверну. Весь контент он продающий должен быть. Не надо никакого информационного контента, не надо никакого развлекательного. Любой контент должен быть продающий. Другое дело, в каком формате он продаёт. Он может продавать в формате развлечения, в формате информации и в формате там какого-то, да, влоб, рекламы. Весь контент, который мы делаем, он должен быть для чего-то. Продающий. Что такое продающий? Продающий – это продажи, это не про то, что типа ты деньги вытаскиваешь, как мы с вами с нами говорили. Валеру, привет. Про то, как ты отдаёшь человеку. Отдаёшь ты либо эмоции, либо это самое, услуги, да, свои, либо там себя как-то. То есть ты даёшь человеку больше, чем он, ну, как бы, платит тебе даже внимание. То есть внимание – это тоже валюта, и ты за его внимание платишь полезностью. Четыре типа полезности запишите. Это самое будет важное, что у нас есть. В принципе, для того, чтобы создавать любой контент. Готовы? Готовы? Окей. Первый тип полезности – это полезность по деньгам. То есть любая тема, всегда человек интересует две вещи – либо как заработать деньги, либо как не потерять деньги. Это всегда людей волновало. Так, вот, пожалуйста, что-то у нас. Небольшая пауза, рекламная пауза. Это у меня только или нет? Да, что-то с интернетом. Оп. Так, сейчас на паузу я поставлю. Так. Меня выкинуло почему-то… А попробуй ещё раз по ссылочке по этой. Второй. На самом интересном. То есть ты помнишь, про что ты говорил? Да. Угу. Так, всё. Запись. Угу. Так, мы снова с вами вернулись. Никого нет. Всё. Уже есть. Я уже вижу. На самом интересном месте, да? Короче, четыре типа контента. Пишите шпагалочку. В принципе, это основное, что нужно знать. Первое – это деньги. Прагматика, когда человек хочет либо сэкономить, либо заработать. То есть всё, что касается жадности, заработка, денег, халявы какой-то, да? Или наоборот, ну как бы заслуженный, ну заработал, заслуженный денег. То есть всё, что касается денег. Поэтому любой контент может начинаться со слов, как там «я заработал», «как не потерять», «как вы сможете там заработать» или «как вы сможете не потерять». В плане дизайна – это там, как мы помогли клиенту сэкономить 20% денег в истории с прорабом, который типа украл там чего-нибудь, там инструмент. Вот это будет прям хит. Можно писать постоянно. Значит, первое – деньги. Вторая тема – это социальная история, то есть это взаимоотношения с людьми и ранг в обществе, то есть понимание своего места. Это социальные доказательства о том, что ты находишься как бы на вершине чего бы то ни было, там какой-то градации. Это всё, что касается со спортом, типа как я стал номер один в какой-нибудь там журнале, да, в каком-то конкурсе, там топ самых каких-нибудь там дизайнеров, да, как я завоевал награду, да, например, или как мы сделали клиенту такой ресторан, да, который там вошёл в десятку там лидеров. То есть всё, что касается, короче, именно вот доминантности, динамики в развитии спорта, творческое развитие по отношению к другим людям. Третья тема – это эмоция. Тут уже может быть просто тупо юмор. Любой юмор, любой какой-то прикол, интересность, то есть должно быть интересно, это привлекает внимание и это даёт эмоцию. Там в плане, опять же, там по дизайну, что это может быть, то есть всё то же самое, да, но с над бабочкой к интересной истории, то есть как мы там смеялись всеми со строителями, да, когда они почистили рыбу на наших чертежах, ну примерно так вот, да, то есть какой контент, контент, что типа, а дальше ты можешь привязать эту идею к чему угодно, то есть что типа не надо чертежи отдавать строителям, надо контролировать, как надо, да, может быть там ламинировать надо или наоборот может быть прикольно было, может они так праздновали, значит, завершение, то есть там уже дальше без разницы в принципе чего, но контент такой интересный может быть. И четвёртое, что у нас четвёртое, это безопасность, то есть как человеку быть безопасной, оставаться в безопасности. Это четыре базовые вещи, которые в принципе людям интересны, это то, ради чего люди будут смотреть нашу писанину. Всё остальное, всё, что касается других вещей, как бы это менее интересно, а вот эти четыре, они основные, поэтому если ваш контент именно про это, то всегда он будет востребован. Давай про твой инстаграм, дай, пожалуйста, несколько советов. У тебя позиция такая, что ты не подписываешься на кого-то, что у тебя там нет возможности, если не ошибаюсь, ставить комментарий к моим постам. Можно, почему? Ты же её не отключишь, нет, можно ставить. Там мы просто как-то их не сильно, но при этом какой контент даёшь ты в своей инстаграм-ленте и какие результаты ты получаешь. Потому что мы же не видим, там у тебя директы, продажи и так далее. Да, у меня по инстаграму такая позиция. Короче, на меня не надо ориентироваться, как я инстаграм веду. То есть я его веду неправильно и по сути его ещё даже не веду. Ну почему? Потому что ввести надо его как бы в систему. Для меня это просто такая площадочка, куда я что-то складываю, ну как-то он растёт, потихонечку растёт. Вот, он не используется мной, мой инстаграм сейчас для какой-то монетизации, чего бы то ни было, он используется, наверное, вот прошлую тему мы обсуждали, это как лично бренд. То есть по моей теме человек, заходя, он видит, что я есть, я живой, у меня какие-то темы интересные, в целом я, наверное, не шарлатан и не обманщик. То есть мне нужно создать именно образ доверия. То есть я монетизирую не напрямую с инстаграмом, я монетизирую как образ, как фотоальбом какой-то некий. Что человек живой, за счёт того, что человек доверяет мне, возможно, когда он в следующий раз или увидит мою рекламу, либо что-то, он там монетизируется, у него уже будет доверие. То есть у меня вот так происходит. В принципе, то же самое происходит с выступлениями. То есть не факт, что вот я сейчас рассказываю, я же вам ничего не продаю, в принципе, просто какую-то пользу несу, кому-то это будет полезно. В следующий раз вы увидите мою рекламу, либо зайдёте в инстаграм, либо кому-то посоветуете, и кто-то так или иначе воспользуется нашими услугами. Вот примерно так это работает у меня сейчас. Хорошо. Инстаграм есть. То есть задача именно давить на их какие-то первичные потребности по пирамиде масла, не забывать про свои конкурентные преимущества и выстраивать таким образом посты. Как-то ты специально к фотоконтенту подходишь, собираешь какие-то фотографии, делаешь какие-то альбомы, фотографируешь ли что-то отдельное или это у тебя просто… В мечтах и решениях у меня есть такое, то есть я потенциально, когда-нибудь стану фотографом и будет кто это делать. Пока я это не делаю, опять же, потому что не подхожу к этому системно, а просто так. Ну, у меня есть фотки, да, я там езжу, если куда-то, я обязательно фоткуюсь. Это очень важно. Фотографируйте вообще все, потому что это поможет потом в дальнейшем создавать контентные визитки. То есть вот последнее, что я сейчас делаю, это создаю контентную визитку со своего описания, чтобы можно было быстренько отсылать клиенту ответы на вопросы, а кто ты такой, незнакомым новым клиентам. Это очень крутая вещь. Сейчас мы об этом не будем говорить, но в целом чуть позже я, наверное, запишу разбор, как создавать контентные визиты или чего они нужны. Они строятся на чем? Что у вас есть фотки, фотки там, где вы на работе, да, работаете, где вы с людьми, где вы со знаменитостями, возможно, на конференции обязательно присутствуете, где вы там, не знаю, книгу написали, где вы там на отдыхе. То есть везде общий образ за счет фотографий. Штока фотография – это доказательство, написать ты можешь все, что угодно. А фотография – это доказательство того, что было. Соответственно, фотографии очень важны, поэтому фотографируйте все обязательно. Причем неважно, в каком качестве, да, там кто-то говорит, вот фильтр-то нам надо накладывать. Ну, как бы да, если ты блогер. Если ты блогер, если ты создаешь как бы рекламную площадку, где ты потом будешь шампунь рекламировать, там это все важно, нужно, набирается куча народа, просто миллион людей и там рекламируется все подряд. Если мы создаем экспертную историю, там важно не количество людей, а качество. То есть я уверен, что вот у меня сколько там подписчиков, 9, скоро 10 тысяч человек будет, но это каждый человек честный, я никого специально не лайкал, не тегал, не завлекал, то есть это люди, которым это надо. И я уверен, что я как бы монетизирую по факту 9 тысяч подписчиков гораздо лучше, чем человек с миллионом подписчиков. Просто потому что я знаю, как это надо делать. Ну, а здесь возвращаясь, я напомню нашим участникам, что в самом первом уроке у нас как раз было три пути выбора. Те самые, о которых сейчас говорит Станислав. Это либо эксперт, либо микроблогер, это как раз человек, который будет зарабатывать на какой-то рекламе, либо хороший менеджер. И это тоже имеет место быть, если вы не хотите продвигать себя, но хотите продвигать кого-то. И вы как классный исполнитель тоже показываете себя. Ты как пройдешься, да, получается? Получается, да. В рамках, например, работы с дизайнером, это может быть комплектатор, это может быть администратор, но кто-то, кому не так важно свое лицо, как важны свои навыки. И тогда ты показываешь навыки. Если мы говорим про другой контент. Инстаграм, окей. Ютуб. У тебя очень сильно и очень давно развивается Ютуб-канал. Вот расскажи, пожалуйста, про него. И он растет, как я понимаю, тоже не особо ты вкладываешь у него деньги, но при этом он приносит тебе много чего интересного. Слушай, ну тут тоже такая же абсолютная история. Я вообще в соцсети практически ничего не делаю. Просто выкладываю видео и ничего не развивается. То есть да, там идут подписчики, но я опять же до него пока не дошел. То есть скоро дойдем, сделаем и будем делать. На какой акцент ты ставишь на видеоконтент? Но, что могу сказать по факту. 50% людей на данный момент, которые приходят к нам, они приходят по любым вопросам, они приходят через видео. Даже если человек работает с синергией, то есть человек увидел твой пост в интернете, доходит до глупого. Я сегодня собаку выложил на инстаграм, то есть человек увидел собаку, почитал под собакой нелогичный пост. Например, он увидел это где-то в фейсбуке, кто-то там расширил, друзья посмотрели. Зашел ко мне в инстаграм, полистал, подумал, ну ладно. Зашел, там видео какое-то ему понравилось и там написано типа посмотри еще на ютуб-канале продолжение. Он зашел на ютуб-канал. Таким образом он видит тебя везде, то есть работает именно синергия. И важно, скажем так, опять же не количество подписчиков или как это сделано, и не сколько у тебя там лайков, просмотров. То есть мы же не лайки и не просмотры продаем, мы продаем свою экспертность. Экспертность продается ограниченным числом людей, которые, ну кому надо. То есть мне не нужно там 100 тысяч просмотров и человек. Мне нужно, чтобы там было стояно из этих ста один купил. Вот что мне нужно там за нормальную сумму. Или оказался там моим хорошим клиентом, да. Вот. Поэтому на массу тоже развивать тоже нужно абсолютно. Я до этого не дошел, говорю честно. Не инстаграм, не ютуб я не развиваю так как надо. Ну как бы как по науке. Я делаю не по науке и неправильно, поэтому на меня ориентироваться не надо. Но даже в моем случае, даже у меня это работает очень хорошо. Потому что рекламу я не даю. Все мои продажи и вообще все, что вот вы видите вот бэкграундом, это все только благодаря вот этому. Как-то на одной встрече ты сказал, что работает любой контент. Абсолютно любой. Что ты имел в виду? Есть такое правило, просто его тоже можно запомнить. Количество исходящего оно продает. То есть в целом людям по психологии как работает. Если количество упоминаний любого, да, оно, короче, если примелькается какое-то лицо, ну или лицо, или какой-то контент, или ну вас везде много, то автоматически мозг дает команду, что если его везде много, значит он молодец. Это просто так работает наш мозг. Вот. И в принципе, если постоянно, ну вот как реклама у нас показывают, там какой-нибудь Телетайт или Кока-Колу, они же не дураки, они просто забивают эфир и ты уже неосознанно там тянешься к банке. К банке. Здесь примерно такая же механика в принципе работает. Вот. Поэтому любой контент, который мы выпускаем, и надо сделать привычку на самом деле. У меня есть сейчас тоже технологии упаковки именно личного бренда и трансляции. Я сейчас вот пересматриваю, как это работает в современном мире. Очень интересные, очень, очень интересные вещи. Совершенно новые. Я еще и сам как бы их не могу как бы сформулировать. Я только сейчас их прохожу. И ты их еще не знаешь. Кажется, их еще никто не знает и не использует. Но тема рабочая на основе привычек, да, вот немножко закидываю тему. То есть выработать себе привычку, да, именно что публиковать, как публиковать. Снять вот этот страх экспертности, что я сейчас буду публиковать, а все будут смеяться. И понимая психологию людей, как они потребляют контент, позволить себе получать удовольствие от того, что ты его отдаешь, не думая о результате. То есть я не могу сейчас это до конца сформулировать, но не потому что не могу, как бы не хочу сейчас. Это спойлер такой. Скоро я все буду это показывать, рассказывать и делиться самыми главными результатами. Потому что моя главная такая акцентная позиция, что я не то, что типа вот давайте там с этим что-то делать. Я говорю, нет, ребята, по факту, что сделано? Не знаю, там книга выпущена, я считаю, сколько я книгу делаю. По факту, если я умею там привлекать клиентов через рекламу, я скажу, вот статистика. Если я разберусь там в этой упаковке с этими самыми, с вопросами, да, которые там у нас есть технологии, вот вам технология. То есть после того, как я все проверю, я уже ответственно все покажу и расскажу. Так, давай теперь про, ну, как мне кажется, один из самых удачных методов твоего контента и, наверное, одном из самых продающих мы поговорим, это о публичных выступлениях. Расскажи, пожалуйста, как подготовиться к выступлению, какой они дают результат и дай, пожалуйста, свои рекомендации. По выступлениям. Значит, первое правило, их надо делать. Абсолютно точно всем. Почему? Почему? Нас отключили. Или только тут? Нет, там, что там написано. Давай еще раз. Что он вылечит. У меня все нормально. Ну, бывает, да. По выступлениям. Делаем их обязательно. Почему? Публичные выступления – это самый лучший личностный рост. То есть если вы хотите именно расти в плане, в своем личном плане, то это отличный тренажер. Он тренирует абсолютно все. Как нас другие воспринимают, как ты себя воспринимаешь, умение построить презентацию. То есть это самый лучший тренажер всего. То есть только ради этого, даже не говоря клиентам, стоит этим заниматься. Дальше сразу тебя перебью. Как… Нужно идти на любые выступления или быть выборочным? Да. На любые абсолютно выступления, потому что первый прогон – это просто тренировка. Более того, даже работает Инстаграм история. Ну, все, что угодно. То есть нужно наработать навык, болтать, чтобы это было нормально. Чтобы, короче, знать, о чем говорить. Какие-то вещи. Просто это навык. И если этот навык еще по делу, то если ты болтаешь не просто какую-то ерунду, а именно отвечая на вопросы, ты рассказываешь полезные вещи по своей теме, то это уже очень хорошо. То есть ты можешь поддержать вопрос по строительству, по планировкам, по дизайну, по продвижению, по личным публичным выступлениям, по тому, как страхи какие-то снять свои. То есть идти в разные вещи, не только в профессиональные в принципе даже, но и в личные. Это тоже очень важно. Умение поддержать разговор по любой теме, делать тебя в том числе хорошим нетворкером. Соответственно, за счет нетворкинга получаются лучшие клиенты. Первая основная вещь – это как мы с вами определили, что выступление – это отличный, замечательный способ прокачки себя. А за счет нетворкинга, если вы тренируетесь, то получаются самые лучшие клиенты, в том числе и премиум-сегмент. То есть по нетворкингу хорошо идет именно работа с премиум-сегментом. В целом можно даже и рекламу не делать, и особенно ничего не продвигаться. Я знаю девушек, которые ходят только по тусовкам каким-то, знакомятся с людьми замечательными, заключают это контракт. У них это очень хорошо получается, потому что они на разные темы могут поговорить, благодаря навыку именно общения. Вот такого. Скажи, пожалуйста, сразу вопрос – можно ли привлечь через выступление премиум клиента? Ходят ли они? Самый частый вопрос – что им делать, что им смотреть, что им слушать? Рассказывают технологию. На выступление работает не само выступление, а работает либо до, либо после. То есть, смотрите, любое выступление, как пиарщик свет подтвердит, это событие. Инфоповод. Инфоповод, точно. Правильное название. У тебя сначала анонс, типа я иду на выступление, потом 10 сториз, как я туда еду, как я опаздываю, как я прихожу, как меня ждет зал, как я выступаю. Потом у тебя анонс, пост-анонс, анонс релиза, спонсора, потом у тебя фотки есть, потом у тебя есть видео. У тебя, в общем, из одного бедненького выступления на полчаса контента, потом на полжизни. И людям кажется, что ты там супер-мега-звезда. Ну, то есть, в принципе, это работает так. Это первое. Второе. Есть ли клиенты? Да, они бывают. В принципе, почему нет? Если ты выступаешь на какой-то выставке, там, Мосбилл, Батимат, дизайн-конференция. У меня вот клиенты сейчас, которые, ну, меня заказывали, они вот хотели тоже прийти, говорит, она будет там интересной? Конечно, будет, ну, там будет куча дизайнеров, ну, они тоже хотят в эту тему, там, они строители, говорят, мы вот сами дизайн там заказываем, да, и хотят еще там найти себе партнера. Конечно, идите, потому что, ну, они себе дом там строят, там заказывают. Вам будет полезно. Конечно, люди ходят. Следующий, третий важный момент, что не обязательно те люди, которые сидят в зале, они будут являться вашими заказчиками. Чаще всего, у меня сто раз так было, наверное, даже больше, что те люди, которые сидят, они знают кого-то, кто будет заказчиком. И они, в силу того, что человек хочет посоветовать кого-то и в силу того, что люди любят рекомендации брать и давать, значит, я говорю, Свет, ты знаешь кого-нибудь хорошего дизайнера? Ну, или дизайнера, ладно. Сейчас. Много, да. Сейчас, да. Кто-то мне больше заплатил. Ну, короче, люди любят давать советы по той теме, значит, в которой их спрашивают. И человек, который был на вашем выступлении, даже случайно туда попал, он посоветует. Почему? Не знаю, что ты самый хороший дизайнер, он просто больше никого не знает. Вот. В принципе, так тоже работает. И так может, в общем-то, начинающий даже дизайнер получить какой-то премиум клиент, клиента. Ну, как получить? Знакомство. Дальше ты приходишь, ты с ним общаешься. Если ты нормально все сделаешь, то это уже дальше следующая работа, чтобы не сорвать этот заказ. Но ледов можно получить. Как подготовиться к выступлению, как построить грамотную презентацию? Я знаю, что у тебя есть технология. Да. В общем-то, для того, чтобы подготовить правильное выступление, мы используем контентную технологию, то, что я сейчас сказал. Ты выходишь на сцену, говоришь примерно следующее, что, типа, ребята, я здесь на сцене не для того, чтобы покрасоваться, а для того, чтобы вам донести пользу. Польза моя будет заключаться в следующем. Ты говоришь, я вас научу либо сэкономить, либо заработать, либо и то, и другое, как сэкономить. Заработав, заработать, сэкономив, я вам дам технологию. То есть, я хочу, чтобы вы ушли сегодня с некой технологией. Откуда эта технология? Она не из книжек, у меня есть опыт. Давайте договоримся, что я вам буду... Вы как хотите послушать? Вы хотите послушать просто теорию из книжки или, типа, на моем опыте? Как это реально в жизни бывает? Поднимите руки, кто хочет из жизни. Конечно, все хотят из жизни. Хорошо. Я специально подготовил для вас проект. Давайте пройдем по проекту сверху до низа. Я вам расскажу все ошибки, которые у меня были. Вот я расскажу там последовательность. И дальше, после того, как я расскажу ошибки, я дам вам систему, как их избегать. Будет вам это полезно? Ну, будет полезна вот эта тема? Ну да. Хорошо, тогда слушайте. Все. И дальше просто ты рассказываешь эту тему и, в принципе, вот ты уже молодцом становишься. Вот этот call to action, последние слайды, последняя продажа. Как она должна закрываться, чтобы получить эффективность? Какими должны быть последние слайды? И слова последние спикера? Ну, тут не в последних словах дело. Дело в том, как ты строишь всю презентацию. Это, кстати, одна из распространенных ошибок выступающего. Когда вот он рассказывает, рассказывает, а потом вот в конце, ну, вот-вот мой инстаграмчик, подпишитесь. Да? Вот. Значит, не надо так делать. Значит, все выступление, оно все продающее. То есть каждый раз ты во всем выступлении говоришь, я вам это рассказываю для чего? Для того, кому важен ценен этот результат. Значит, в конце я расскажу, обращайтесь ко мне или в конце подойдете. И так все выступление, ты рассказываешь 10 пунктов. В конце каждого из этих 10 пунктов ты говоришь, кому это ценно? Подходите там, расскажу. Ну, то есть в целом человек должен понимать в конце, что у тебя есть система, у тебя есть технология, что твой опыт, он не ошибка выжившего, когда у тебя случайно получилось. У тебя есть некая закономерность. То есть твоя задача продать себя как эксперта и себя как закономерность, что у тебя есть некая технология. И дальше ты говоришь, я тебе эту технологию передам, тебе она цена, цена, ты выступление послушал. Тогда подходи. Ну, в принципе, вот и все. То есть нет какого-то там супер секретного, секретной темы, что ты должен в конце это сказать. Нет, ты должен распластать всю эту тему на все выступления. Часто одна из таких технологий выступающих, это рассказать какую-то часть из заявленной темы, а потом сказать, ну а остальное я вам дам когда-нибудь потом. Или там за дополнительные деньги, или приходите, или мы сегодня не успеем. Вот насколько корректно это рассказывать и вот утаивать что-то, что было анонсировано. Ну что анонсировано, наверное, не очень нужно, потому что если это, ну опять же, если это бесплатная какая-то история, ты можешь делать что хочешь. Ну типа вернуть деньги бесплатные. А так, ну в принципе, зачем человек бесплатно будет что-то делать? Он хочет тоже как-то какую-то выгоду получить. Либо потренироваться, либо чтобы у него купили. Как бы это, ну, наверное, если ты обещал, наверное, надо дать, но если ты ничего не обещал, можешь делать все, что хочешь. Есть такая стратегия, да, что ты рассказал и остальное за деньги. Но это такая тема, типа упущенная возможность. Работает триггер. С одной стороны, ты, да, какая-то часть людей, типа там 5%, они воспользуются этой возможностью, скажут, фиг с тобой, покупаю, потому что ценно. Но они купят именно потому, что почувствуют, что, короче, они не испытают сильного удовольствия, ну в этом плане. То есть они почувствуют, что все равно их вынудили купить. Но самое ужасное, что другие 95%, они тоже подумают, что вообще какие-то негодяи и будут негативом лить. И могут все это потом выложить в открытые стороны. Да выложить это даже ладно. То есть тут важно что? Что когда мы делаем выступление, мы его делаем не для продаж семиминутных чаще всего. Ну то есть редко такое бывает, да, что ты вот прям со сцены, ну бывает такое, но редко. Но если есть продукт, который тебе нужно продать. А тебе нужно именно, чтобы отношение к тебе сложилось положительное, чтобы все сказали, что было прикольно, интересно. Если мы из этой стратегии сходим, то это должно быть лайтово. Но есть такая технология, как продажа со сцены, когда наоборот, у тебя есть какой-то продукт, то есть только вот трем людям, вот вас здесь сейчас 100 человек, всем ценно, чтобы я вам сделал планировку. Смотрите, трем людям там планировка, которая стоит 50 тысяч, сейчас за 5 тысяч. Только трем, извините. Кто первый, вот того этапочки. И тогда к тебе уже бегут, говорят, вот моя пятерочка, ну вносят. Соответственно, ты берешь 3 заказа, ну как бы уже, но все остальные, они думают, что ты негодяй. Ну тут надо понять, что ты хочешь. То есть если деньги нужны, надо действовать так, и ничего страшного. Если тебе нужны отношения, то по-другому. Но если будете продавать со сцены, вот примерно так, то обязательно нужно с организатором договориться, потому что потом вас больше не позовут. Ну это как бы нехорошая история. Коллеги, пожалуйста, задайте вопросы Станиславу, а я перейду к следующей теме. Сейчас тут пишите вопросы, мы сейчас к ним вернемся. У меня еще один вопрос, очень важный про контент. Это как раз про книгу, потому что ты целый год писал книгу, и книга – это тоже контент. И скажи, пожалуйста, что это тебе дает, нужна она, не нужна, нужно ли сейчас дизайнерам идти писать какие-то книги, или нужно читать, ну то, что читать твою книгу нужно, это понятно. А как инструмент продвижения книга, насколько хорошо работает? Я считаю, что, ну как, хорошо работает настолько, насколько хорошо ты ее запускаешь, собственно, это продвижение. То есть сама по себе книга, тоже надо понять, она не продается, чтобы она работала, ее надо продавать. До того, как продавать, ее надо написать, чтобы она была крутая. Сразу скажу, что крутую книгу написать сложно, прям реально сложно, даже вот мне с моим достаточно системным мозгом очень достаточно тяжело это давалось, чтобы она была, ну реально полезная, а не запись вебинара, транскрибированная дешевым копирайтером. Это читать никто не будет, и это скажут, что макулатуру какую-то написал, непонятно для кого, непонятно зачем. Поэтому книга, на самом деле, тоже пишется по технологии. Стоимость написания хорошей книги, ну так вот в среднем, чтобы было понимание, минимум, самый минимум, если ты сам самостоятельно пишешь, наверное, 1800, а то и миллион, ну где-то так. Плюс тебе надо ее издать, это там тоже 500 тысяч, да, и продать. Соответственно, инвестиция достаточно серьезная. Просто так вот взять и написать, это тяжело, ну или это будет чаще всего макулатура. Ну, к сожалению. Что делать? Расстраиваться не стоит, писать все равно надо, но до того, как ты пишешь, у тебя должна быть какая-то идея. То есть книга хорошая, она пишется на основе идеи, на основе какой-то технологии. Вот данная книга написана на основе технологии комплектации. То есть я именно, мы ее разработали, то есть это именно, ну вот моя методика, моя разработана. Я ее в 2014 году сделал, оттестировал на двух сотнях дизайнеров, потом мы со света проводили для поставщиков и партнеров, по-моему, в два или три раза курса. И здесь вот именно опыт, ну не какие-то рассуждения, а именно как в жизни это работает. Вот тогда эта технология имеет место. То есть вот такую книгу, я считаю, можно писать. И нужно, и она будет работать и продаваться. Она каждый день у меня продается, ну, по хорошей цене, в принципе. То есть это вот как бы такое правильное вложение по правилам пассивного дохода. Вот, а просто так написать, ты ее напишешь, но у тебя ее никто не купит. Ну, то есть никак, она никак не отразится. То есть это такая проблема. Дальше, что можно еще сделать? Можно писать мини-книги. Тоже неплохая тема. Если ты умеешь писать, то ты можешь взять какую-то технологию и помогать, например, либо поставщикам, значит, упаковывать себя, либо, ну, какую-то маленькую там, ну, свою брошюрку написать. И их можно дарить клиентам. То есть я вот эти вот талмуды, в принципе, даю премиум клиентам. Ну, и не только премиум. Это очень хорошо работает на сделку. То есть я прихожу на собеседование, мне клиент спрашивает, а как у вас дела с откатами обстоят? Я говорю, все нормально, все схвачено, у нас есть технология. Я говорю, я вам про эту технологию вот здесь вот в пятой главе. Сейчас вам расскажу, я вам вкратце расскажу, и вот почитайте. Вы читать любите? Он говорит, да, я люблю. Я говорю, вот вам книга, типа презент. Они такие, ничего себе, это ты написал? Ну, в принципе, это хорошо работает для продаж тоже. Да, да, да. Вот, а меня уже, ну, я так премиум клиента, в принципе, беру тоже. Ну, то есть это доказательство? Это дополнение, да. Это ни в коем случае не гарантия, да. Это, если вот тебя будет сравнивать, то, как бы, человек с книгой, он как бы... Круче, чем человек с книгой. Да, да, вот, примерно так. При этом понятно, что они читать ее не будут, они просто ее так, ничего себе, вот, ну, что толстенькая, килограмм весит, ничего себе, как бы, ну, ладно, спасибо. Наверное, эксперт. То есть важно даже не, что там написано, в принципе, хотя это тоже важно, а вот, как бы, понимание, типа, наверное, эксперт. Ну, это как те же публикации, как те же конкурсы, то есть это, ну, в маркетинге это называется physical evidence, то есть доказательства, экспертности, те же сертификаты участия и так далее. По поводу публикации, да, коллеги, пожалуйста, мы очень ждем ваши вопросы, потому что у Станислава еще сегодня вебинар, и поэтому, пожалуйста, накидывайте. Вопрос по публикациям. Я знаю, что у тебя очень много проектов, в том числе закрытых, которые по тем или иным причинам не удается отфотографировать. Да. Но при этом совершенно высокое классное качество 3D-визуализации. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения визуального контента, к чему, какие есть подходы по фотосъемке, по 3D-публикациям, что работает, что не работает, что лучше, что хуже, и куда все это девать, где это все публиковать? И для чего? Ну, публиковать, если ты публикуешь в журнале в любом, то у тебя сам, не сам журнал важен, а в том, что тебя написали о тебе в журнале, и по сути как-то, если ты в журнале фоткаешься, журнал выкинут все там через какое-то время. Ты берешь себе свой тестовый образец, фоткаешь его и размещаешь в качестве доказательства своей экспертности точно так же на свою страничку, где у тебя твоя контентная визитка лежит. То есть людям нужен сам факт размещения, что ты где-то был, его где-то показать надо, куда клиент приходит. Вот, к примеру, вместо книги можно сделать контентную визитку и скидывать ее в телеграмму или в этот сам ватсап. Он тебе звонит и говорит, что я сам просто пришиваю информацию, немножечко о себе расскажу, этот сам презентация, как называется-то, маркетинг-кит, да, медиакит, но не в PDF, а вот в формате веба. Ты кидаешь ему, даже вот лучше в этом, в чате, вот, давай сейчас просто познакомишься с этим, вот там мои публикации, вот мои там те-то-тето. Человек быстро это пролистывает, у него создается впечатление, что ты какой-то человек, который, ну, не стандартный дизайнер, а там положительный со всех сторон, везде публикуешься. Вот, и ты ему там через 2 минуты перезвонишь, говоришь, посмотрели, супер, теперь поговорим. Он уже с тобой говорит не как там, типа убеди меня, а как бы на равных уже получается. То есть он уже понимает, что ты эксперт. Вот, в принципе, вот так вот лучше всего использовать. То есть как бы важен не сам журнал, а результаты, да, работы, потому что журнал будет именно доказательством того, что тебя публикуют. Скажи, пожалуйста, с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат, каким образом нужно публиковать контент? Нужно ли на него тратить деньги, или это можно все сделать самостоятельно? Если деньги, то, может быть, есть какой-то уровень, вот, там, что в месяц я могу потратить 10% там от бюджета, например. Вот что посоветуешь? Ну где публиковать, надо понять, то есть публиковать в социальных сетях, в принципе, бесплатно, тебе надо нанять кого-то, кто будет это делать регулярно. Если публиковать в журналах, то вот можно обратиться, я не знаю, какие у вас услуги, да, там стоят это, но в принципе… Смотря что за проект. Смотря что за проект. Ну вот к эксперту, может, Светлане с архдиалогом обратиться, у них девушки занимаются этим. Потому что сам ты не будешь этим заниматься, ты либо будешь круглосуточно заниматься, со всеми созваниваться, либо ты будешь там свое дело делать. То есть каждый должен заниматься своим делом. Лучше всего в любом случае, то есть есть автор-производитель контента и есть человек, который распространяет. Это две разные функции. Ну не человек, функция. В одном человеке можно это объединить? В принципе да, но тогда ты не сможешь делать там свою работу еще. То есть ты должен произвести, и ты должен распространить, и ты еще должен там дальше пообщаться с клиентом, с сотрудниками управлять, и еще сам дизайн делать. Не бывает такого. Поэтому лучше нанимать партнеров, платить деньги, это всегда выгоднее и дешевле, для того, чтобы контент распространялся. Но в любом случае производителем контента ты должен быть. Тебе нужно как-то полюбить это и привить в себе... Да, без этого, к сожалению, никак. Вообще никак. И чем дальше, тем... Это очень просто объясняется. Реклама стоит дорого денег. Потому что очень много людей приходят в социальные сети, в YouTube, в Target, приходят крупные компании, у которых миллионы, миллиарды. Они туда выливают. И ты там вот эту маленькую частичку, ты теряешься. Но у тебя есть большое преимущество, у всех нас есть преимущество, это наша вот мордочка. И как бы мы как личность. У крупных корпораций нет личности. То есть да, они нанимают лидеру бренда, но лидер бренда по сути... Наемный временный сотрудник. Они как бы... Ну плевать на них по сути хотели, потому что они деньги платят. А мы как личность гораздо лучше можем привлекать людей, чем та же самая там Coca-Cola. Просто потому что мы это мы, и мы живой человек. И этим надо пользоваться по максимуму. Поэтому да, учитесь. Так, давайте перейдем к вопросам. Так, окей. Нужно ли выкладывать цены на услуги в открытую? Или лучше отправлять предложение в директ или ссылку на сайт? Зависит от стратегии. То есть если вы хотите продавать больше, то лучше цену... Короче, лучше минимальный какой-то порог указывать, потому что дальше, если ты готов работать с продажами, цены по традиции не указываются, потому что твоя задача как бы взять контакты и дальше уже с человеком работать. Если ты просто ему укажешь цену, он подумает, не, это дорого. А на самом деле просто он что-то не понял. То есть тебе нужно указать именно. Поэтому я бы... Цены нужно указывать обязательно, иначе создает впечатление, что ты хочешь взять контакты, потом начать впаривать что-то. Я бы указывал границу, то есть стандартный типа пакет услуг, и вам стоит ориентироваться вот на это. Ну и показывать какой-то вкусный пакет услуг за вкусную цену. А дальше, может быть, там тебе что-то другое подойдет. Перед выступлением на дизайн-конференции утверждаете презентацию со Светланой. Да, пожалуйста. Презентацию, кстати, не утверждаем, тему всегда обговариваем, потому что Станислав всегда имеет привилегии в виде выступлений два раза на двух днях, и эти темы должны логично входить в канву всех выступлений. Какой сейчас контент может сработать для продаж мебели? Наши любимые поставщики. Привет, любимые поставщики. Для продаж мебели работает контент. Лайфхак вам даю. Вспоминайте четыре вот эти составляющие. Как дизайнер с помощью вашей мебели может заработать, как он сможет быть в глазах клиента экспертом, выглядеть, как ему будет приятно, как сервис с вами общаться, и как он может почувствовать себя в безопасности, как вы не подведете. Вот вам четыре супер темы для контента. Именно они помогут в любой жизненной ситуации завоевать доверие дизайнера. Соответственно, как вы это покажете, мы уже обсуждали за счет историй, выступлений, продвижения. Надо рассказывать, как вы эти четыре темы двигаете. А это уже технология. Мебель, кстати, итальянская пишет. Нелегко вам сейчас, наверное, но... Может быть, у них запасы есть. Со склада в Москве итальянская мебель. Может же такое быть? Может. Может. Да. Если, да, у вас есть со склада итальянская мебель в Москве, то, мне кажется, можно ее продать сейчас неплохо. Напишите нам. По вашему мнению, нужно в рабочем контенте показывать кусочек личной жизни детей отдыха? Да. Нужно. И, может быть, даже не кусочек, а чуть ли не половину. Много надо, да, много. Потому что... Почему это нужно? Потому что человек создает у вас впечатление не столько о работе. Короче, если это социальная сеть, он пришел развлекаться, он хочет о людях посмотреть. То есть, работа – это часть вас. Да, нужно. Если это будет просто корпоративный аккаунт с, ну, как называется-то, с работами, как бы он нужен только для того, чтобы туда кого-то послать. То есть, он развиваться не будет. Типа, где твои работы послать? Ну, вот иди там, посмотри. То есть, после того, как запрос. Но он развиваться сам не будет. Будет развиваться только личный аккаунт. Как лучше писать умные тексты, но мало, или писать обо всем, что вижу, но много? Не важно, мало, много. Важно, чтобы это было полезно. Только единый критерий, что насколько это полезно и увлекательно. Если это соответствует критериям, сколько хочешь, только пиши. Ну, как бы, чем больше, тем лучше. Потому что, чем больше ты пишешь крутого контента, тем лучше. Если контент плохой, то хоть ты его редко пиши, хоть часто пиши, он плохой. Он как бы не нужен и негодный. Вот, поэтому в этом, как бы, дело. Помните, что говорил Станислав, что нужно всегда думать о том, ради чего вы пишете этот контент. Если очень стесняешься показывать себя, что делать, а на лицо вместо меня денег нет. Стесняешься-ка, что делать? Ты человек, с которым общаются. Дизайн – это та профессия, где человек должен быть. Соответственно, надо свои страхи побороть. Как побороть страхи? Это либо к психологу, либо просто не париться. То есть, ты можешь и стесняться, и бояться, но делать. Это можно разделить просто. Да, я стесняюсь, да, я боюсь, но я пошел выступать. Ну, ничего страшного. Я же точно так же начинал. Говорю, так, мне страшно идти на сцену. Ну, да, страшно. Ну, хорошо. Ну, как бы, тебе страшно, но ноги идут. То есть, ты не успеваешь испугаться и идешь туда, и все. Ну, можно так себя обмануть. Ну, как же, так вот, мне страшно с парашютом прыгать. То же самое. Ну, как бы, прыгаешь, и все. Либо не прыгаешь. Или не прыгаешь, да. собаку выложил. Да, много, да. Вот она и личная жизнь. Тут не обязательно типа вот личная там жизнь прям что... Ну, это сейчас тут не в личной жизни дело, а в трансляции личных ценностей и в том, что ты какие-то вещи рассказываешь помимо профессиональной деятельности. Потому что только профессиональная деятельность, она никому не нужна. То есть люди посмотрят, почитают там журналы, посмотрят какие-то умные передачи, учебник почитают в конце концов. А людям интересны люди. То есть не имеет смысла сейчас начинать вести инстаграм до тех пор, пока не будут доделаны проекты? Нет, ты можешь вести как человек. Ты можешь начинать рассказывать потихонечку, что я вот такой человек, который сейчас делаю проекты. Вот у меня сейчас нет контента, это моя проблема. Я не знаю, как начинать. Меня это гложет. Мне вот я была на вебинаре, выписала такие-то вещи. Что вы думаете об этом? Вот как я планирую создавать контент? Вот какие проекты я думаю делать? Что вы думаете об этом? Ну и так далее. Вот ты можешь там целый месяц или два месяца кормить завтраками, что завтра у меня будет проект. Вот. И в какой-то момент люди уже не выдержат, скажут, слушай, давайте проект дадим, что ты сделала. Сделай и публикуй уже свои проекты. Ну, кстати, это может быть интересное шоу, типа, там, в прямом эфире. А давайте я сделаю, возьму ваш проект и покажу. Да-да-да, тоже можно, да. Интересно. Так, многие дизайнеры пишут про цветочки книги природы. Если я начну писать о том же, это будет банально. Лучше банально или вообще никак? Лучше писать о том, что вас волнует. Если вас волнуют цветочки, что там природы и книги, то пишите. Если вам на это наплевать, то не пишите. То есть надо писать то, что вы хотите. А то, что кто-то еще об этом пишет, ну, как бы, ну и что многие, кто пишет, в принципе, об одном и том же. Тут же важна не сама тема, а ваши отношения. Надо забывать о той теме, что вы, типа, новое что-то сейчас откроете, казалось бы. Важно ваше отношение к этой теме. Людям интересно, как вы к этому относитесь. Ну, вот это надо писать. То есть совмещение самого продукта, информация, плюс как это применяется у вас в жизни и как вы к этому относитесь. Это полезный контент с точки зрения и для вас, и для потенциальных клиентов. Как уговорить клиентку на фотосъемку? Проект завершен, но боюсь, что она откажет. Ну, во-первых, просто можно спросить, ну, типа, можно ли сфоткать или нет. Вот. Во-вторых, надо, чтобы она не отказала, надо понять, почему она откажет, скорее всего, у нее какие-то страхи. И надо, чтобы либо их снять, да, либо эти страхи, которые у нее есть, либо дать выгоды, которые страхи пересилит, например. Ну, соответственно, это надо с человеком говорить. То есть непонятна причина отказа. К примеру, человек не хочет, чтобы его дом светился. Ну, вот в наших такой случае. Он говорит, мы просто не будем публиковать и все, ну, не хотим. Я говорю, окей, тогда там ценник там такой-то, и они готовы платить за это. То есть за то, что не публиковаться, а они готовы платить. Вот. Кто-то говорит, что, ну, допустим, я стесняюсь, да, с ними можно поработать в плане того, что вас там не будет, там личных вещей не будет и так далее. Ну, то есть это по ситуации надо смотреть. Работать со страхами просто. В вашей ситуации нельзя дать общий совет, надо конкретно смотреть, почему ваш клиент отказывается и почему он отказывает лично вам, ну, например. Или вы, на самом деле, вы просто боитесь, вы же даже не спрашивали. Какие весомые аргументы? Она скромная, муж чиновник, интерьер получился красивый. Ну, можно. Какие-то весомые аргументы для закрытых людей? Ну, чиновник, конечно, он не хочет, ну, как бы, если он чувствует, что где-то он там подворовал, например, то, конечно, он не хочет это светить. Как ты это сделаешь? У него чувство безопасности превалирует надо чувством, ну, того, что, типа, он вам одолжение сделает. Вот и все. То есть, ну, как ты с чувством безопасности поработаешь? Ну, можешь сказать, что мы нигде его публиковать не будем. Ну, я имею в виду адрес, да? То есть, к Навальному не попадет, например. Вот. Ну, и так далее, да? А что еще можно сделать? Можешь сказать, что у меня, типа, есть все равно плохие фотки. Ну, то есть, немножко пойти так. Ведь у меня есть фотки, но мы их все равно делали. То есть, как бы, мне все равно, что публиковать? Я все равно в Инстаграм это опубликую. Либо опубликую плохие, либо давайте сделаем хорошие. Можно так поступить. Ну, тут надо смотреть, какие у вас отношения, как вы сами себя чувствуете, как вы планируете. Хотите ли вы там, условно, на конфликт идти или не ходите? Ну, то есть, разные вещи. Стратегии могут быть очень разные. Вот. И, может быть, и не получится. У меня вот были варианты такие, ну, как бы чиновники, получиновники. И мы не публиковали. То есть, просто он, как бы, обещал, когда все будет сделано, все сфоткать, но потом просто пропал и ну, у меня только визуализация висит. Ну, так и осталось. Хотя шпионские фотки с телефона строителей, я видел, там все прикольно получилось. Проект онлайн. Возьму одного клиента для налаживания работы онлайн. Ну, это, видимо, про набор контента. Ну, оффер не очень хороший. Ну, я имею в виду предложение. Потому что, конечно, что вы на них будете учиться. То есть, не надо говорить, что налаживаем. Надо говорить, что у нас, типа, уже наоборот, все круто сделано. И, ну, для этого можно пройти какой-то курс, либо потренироваться еще на ком-то, а потом уже предложение давать. Ну, потому что человек такой, блин, что там нам не тренироваться будут. Либо бесплатно, да, это получается. Не знаю, вы бесплатно хотели или нет. Лучше бесплатно не делать, лучше за деньги. И, наоборот, онлайн ставить как преимущество. Как онлайн как преимущество ставить? Мы, типа, экономим ваши деньги сейчас. Ну, как бы, зачем вам переплачивать за офис в центре где-нибудь города, если мы делаем то же самое, не хуже. У нас дизайнеры международного класса и даже, может быть, и лучше. Но, по сути, мы еще экономим ваши деньги. Вы получаете топ за минимальные оплаты. Мы о вас заботимся. Позвольте нам вам помочь. Так, едем дальше. Шпионские фото есть. Большое спасибо за ответы. Да, шпионские фото тоже хорошо. Это как контент на один месяц. И если, короче, он вам не разрешит, вы можете целую историю развязать там эту самую драму, как он обещал. Но и каждый пост этот самый выкладывает новую шпионскую фото. Из любой ситуации можно сделать контент. Ну да. Так, друзья мои, ну что, давайте закругляться на все вопросы, которые у вас есть. Станислав дал свои ответы. Поэтому давайте его поблагодарим. Подпишемся на его аккаунт в Инстаграм. Но лучше книгу купим, кто не купил еще. Кто не купил книгу, купит книгу. И мы вас отправим делать ваши домашние задания, потому что там как раз есть задача написать все эти типы по контенту. А также подготовить пример своего коротенького экспертного выступления по той технологии, которую Станислав сегодня вам рассказал. Давайте бонус небольшой вам завершение тоже сделаем. Света сказала, что вы по технологии делали уникальность, и у кого-то она уже даже готова. Давайте вот кто там завершит курс, дойдет до конца, Света даст отметочку, что вы молодцы. Возьмем там несколько человек, два-три может быть, сколько получится. И я вам разберу в прямом эфире, ну либо в записи сделаю разбор ваших уникальностей. Дам рекомендации какие-то. Как нормально, так интересно. Да, отлично. Поэтому завершайте, пусть у вас еще будет дополнительная мотивация. Я со стороны покажу, как вам сделать вашу уникальность лучше, скажу, что хорошо, что плохо, и разберу ваши итоговые, какие-нибудь финальные работы. Ну вот так вот давайте поступим. Но не всех, давайте там двух-трех финалистов, кто там, ну как Света скажет. Да, давайте. Поэтому, друзья мои, выделяйте ваши домашние задания, делайте их, не тормозите, так сказать, поддерживайте друг друга и работайте по технологии. Все технологии вам даны. Спасибо большое. Хорошего вечера. Отправляем вас на выполнение ваших домашних заданий. Спасибо. До новых встреч. Пока.